Что так, так нанавливаться нельзя? Уважаемый, успокойтесь, пожалуйста. Сейчас проводим смотр места провисления. Ну что, общественные... А что, вот такие вот у тебя морда? Тихо-тихо. Умерят тоже, да? А ты худенький, что ли? А ты тоже, я тоже такой, да? Вчера вечером, уже сильно в потьмах, опера АБЭП городского УМВД в свой профессиональный праздник, в День полиции, и примкнувший к ним главный, в наших широтах, народный контролер Дмитрий Чукреев хлопнули оптовый склад с безакцизным казахстанским коньяком и палеными сигаретами. Затаилась эта подпольная алкоточка на Комсомольской 71А, на торговой базе Екатеринбург-Общепит. Владельцем бутлегерского склада оказалась азербайджанская супружеская чта, имеющая российское гражданство. Официальным прикрытием бутлегерства им служила мука. О, нет-нет, не наркота. Мука в прямом смысле, которую закавказские бизнесмены закупали в больших количествах в Казахстане и продавали у нас в горах. Казалось бы, вполне себе честный международный бизнес, но неожиданно кто-то неравнодушный подметил, что на мышцном складе в не менее большом количестве хранится безакцизная пыла и сигареты. Ну и сообщил об этом на онлайн-карту нарушений в народный контроль. Руководитель Свердловского филиала этой всероссийской общественной организации позвонил в городской АБЭП, и все они дружно направились на торговую базу на Комсомольской. И информация о заморском палеве подтвердилась. Безакцизный коньяк и сигареты, ну, видимо, хитроумно-контрабандным способом завезенные в Россию из братско-соседского Казахстана, прятались под мешками с легальной мукой. Безакцизный коньяк и сигареты. Безакцизный коньяк и сигареты. Азербайджанский хозяин коньяка и сигарет дерзил полицейским, возмущался и даже нахамил Дмитрию Чукрееву, хотя сам он явно не дистрофик. А это не дам. Давай возьмем один двояшек на экспертизу. Все, изымем, потом в суде будем разбираться. Не, не будем в суде. Вы сейчас будете спорить с судом власти? Спорим, и что да? Возьмите экспертиза любого. Что, так нанавливается нельзя? Уважаемый, успокойтесь, пожалуйста. Сейчас проводим осмотр места происшествия. Мы что, общественные... А что, вот такие вот у тебя морда? Тихо, тихо. Умерят уже, да? А ты худенький, что ли? А ты тоже, я худенький такой, да? В территории базы Комсомольской, что находится в Кировском районе города Екатеринбурга, был вывелен склад, на котором находилась и хранилась алкогольная продукция. Принштейн, это был коньяк казахстанский, разного вида, разного наименования. Большое очень количество. Восьми поддонов мы нашли здесь. Прятали его под мешками с мукой. Вот прямо муку, клали на поддоны и пытались скрыть. Также было обнаружено большое количество табачной продукции, которое имело признаки подделки, имело казных марок или было резиново на территории страны нелегально. Казахстанский коньяк не имел российских акцизных марок, хотя вообще-то акцизы на нем были. Но казахстанские, то есть в российскую казну с этого контрабандного пойла не поступило ни копейки. Кто-то скажет, да ладно, какой же это палево, нормальный казахстанский коньяк, даже с акцизами. По этому поводу Дмитрий Чукреев вспомнил, как по зиме в ревде полицейские изъяли такую же типа нормальную казахстанскую водочку с типа нормальными казахстанскими акцизами. Только проблема в том, что разливали эту водку тут же в ревде, ну и тупо наклеивали заморские акцизы, добытые, видимо, каким-то незаконным способом. Так что о качестве коньяка, изъятого на Комсомольской, по внешним признакам судить нельзя. Нужна экспертиза. Помимо подозрительной коньячилы, тут же на мучном складе обнаружились жидкие фунфурии. Спиртовая жижа янтарь в полиэтилене. Спирт в полиэтиленовых пакетах. И различные бренды поддельных сигарет для всех марок. Общая контрабанда. После сложности много тысяч пачек. Пока сколько не потрудняюсь сказать. Точные подсчеты изъятого на комсомольское товаро пока, видимо, еще продолжаются. Но по предварительным данным народного контролера Дмитрия Чукреева, у азербайджанской Читы забрали более двух тысяч бутылок бухла и более десяти тысяч пачек сигарет. И вырисовалась закавказскому бутлегеру 171-я прим УК. Хранение продукции без маркировки в целях сбыта. В пиковом случае три года неволи. По поводу сбыта сигарет азербайджанская пара отпираться не стала. А вот насчет коньяка двинула такую версию. Сначала женщина заявила, что купила казахстанский коньяк не для сбыта, а для своего дня рождения. А чуть позже она сменила обувь в воздухе и поведала, что коньяк закупили для свадьбы их ребенка. А прикиньте, более двух тысяч бутылок. Во-первых, даже если каждый гость на свадьбе засадит в одно лицо по пол-литра, то все равно в период пандемии такие массовые мероприятия по две тысячи лиц проводить запрещено. Но, во-вторых, они ж азербайджанцы, мусульмане. И гости на свадьбе в основном должны быть такие же. А магометане народ не пьющие. Так что версию про коньяк на свадьбу никто всерьез не воспринял. Сейчас это все описано сотрудниками УД России по Екатеринбургу. Это все изъято. И в отношении предпринимателя, который что-то хранил и реализовал, будет решаться просто возбуждение уголовного дела. Это не просьба о финансовой помощи. Это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.